Мы едем на велосипедах уже 13 день по Золотому кольцу Алтая. Сегодня нас ждет последнее испытание этого велопохода. Семинский перевал может потягаться с Улаганским, который мы преодолели 3 дня назад. 80 километров проехать хотелось бы. Уже очень что-то голодно становится. Я не я, если я что-нибудь себе не разогну. Километр 9% подъема. И это еще не перевал, кошмар. Вода улетает со скоростью света. Хочется крутить быстрее, а не получает. Уже мертв нафиг. У меня руки просто в пол, я не знаю. Что ж, лошади приняли водные процедуры и нам не помешало бы. Мы взяли с собой вот такой походный душ. Он легкий и занимает мало места. А Иван у нас не стал церемониться и залез прямо в реку. Упор лежа. После освежающих ванн необходимо погреться на солнышке. Совмещая приятное с полезным, делаем разминку. Максимально расслабляемся перед тяжелым днем. Тринадцатый день нашего путешествия. Осталось совсем чуть-чуть. Мы уже из последних сил двигаемся. Сегодня у нас последний, восьмой перевал. Семинский? Да. Тысяча семьсот на до уровня моря. Подниматься сколько? Двести метров, да? Двести шестьдесят пять, по-моему. Ай, прям даже не знаю. Последний перевал такой. Вот жарко на улице, голову макнул в речку. Думаю, на некоторое время хватит охладить мой процессор. Я тут только что вспомнил, что я не знаю, как эту речку звать. Урсул. Урсул хорошая речка. Купался в ней, кайфовал. Вода ледяная. Ничего раз не полезу. Ну, в этом году. Все собрались, ждем только Дашку, как обычно. В кавычках. Ты что меня подставляешь всегда? А вот я тут, там, не медленно. Доехали до поселка Курота. Остановились немножко передохнуть. Ну, как бы у нас сегодня наполеоновские планы. 80 километров проехать хотелось бы. Не знаю, что из этого получится. Я думаю, что у нас получится. А как, мы в конце посмотрим. Разминка небольшая. Пока ехали, руки затекли. Задница затекла. Ох, проехали всего ничего. 18 километров. Осталось еще чуть-чуть запланированное. 62 километра. Намотали уже 27,8 километров. Сейчас подъезжаем к месту нашей стоянки и отдыха. Это возле ручья Мукарта. Будем там отдыхать, перекусывать. Уже очень что-то голодно становится. Просто съедается энергия моментально. Перекус. Дай бас мой. Вон, шоколадки остужают. А то они растаяли на солнышке. Жарко. Все. Холодненькие, нормальные шоколадки. Девки уже перекусывают. Жалко, тенька нету. Не хватает маленьких. Сейчас яблочко догрызают и поедем. Ира тут слегка навернулась. Вон, локоть маленько процарапала. Я не я, если я что-нибудь себе не разоблю. Ну, так больше не делай. Хотя бы все легко обходится. Просто, просто ушиблась немножко. Я вот в первый день сразу упала. Вон до сих пор еще не зашила. Ну все, больше не надо. Самое обидное то, что еще до перевала ехать и ехать, а у нас уже сплошные подъемы. Подъем, подъем, подъем. Причем... До начала ты взял. Да. Причем самое интересное, ты когда едешь, видишь, вроде спуск. Думаю, сейчас переключусь на высокую передачу, как полечу. А велик не едет. Визуальный обман. Оказывается, это легкий подъемчик. Такое вот безобразие. Километр 9% подъема, офигеть. И это еще не перевал, Космарки. Как бы на это настроиться? Это наш последний перевал, уже восьмой по счету. В общем, дается уже очень тяжело. Как оказалось, 265 метров это непосредственно сам подъем на перевал. Но набор высоты идет уже от села Туикта. И это около 800 метров. Это равносильно подъему на Улаганский перевал. Но асфальтированная дорога намного упрощает процесс подъема. Очередная передышка перед подъемом. Мы уже начали подъем на Семинский перевал. Уже целый день, можно сказать, тащим. Тянем эту лямку. Пополняем запасы воды. Жара стоит вообще. Вода улетает со скоростью света. Такие знаки не очень радуют на дороге. Ну, что делать? Надо еще набрать 400 метров в высоту. Такой возьмем Семинский перевал. Видимо, сам подъем покруче начнется за поворот. Короче, капец. Семинский перевал вообще не просто дается. А еще ехать нам 5 километров. Судя по скорости, это еще целый час. Немножко спускаемся. О, и опять будет сейчас подъем. Осталось 2,7. Едем, монотонно крутим педали. Вообще с черепашьей скоростью. Но едем. Но едем. Смотрю просто на твое колесо и просто как будто забылся. Кручу, 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 кручу. Ноги забились в хлам. Твердые такие стали. Дашка, для тебя скучный подъем или тоже тяжело? Ну, я с музыкой, мне, наверное, повеселее. А так у меня бы тоже эта монотонность. Хочется крутить быстрее, а не получается. Ты что скажешь? Как тебе дается вот этот подъем? Ну, мне легче, чем все остальные перевалы. Может, ты адаптировалась? Не знаю. Ну-ка, покажи пицуху на ноге. Чутко. Забрались на наш крайний перевал в Семинске. Безумно крестивый, но уже вечер. Такой долгий и изныряющий подъем был. У меня такое ощущение, что я, наверное, сильнее стал на этом подъеме. Под конец сил все больше и больше и больше становилось. И под конец я вообще сильный приехал. Я очень рад, что мы покорили восьмой перевал. Это наше последнее испытание было. На велосипедах в этом году. Поправочка. В этом путешествии. И последнее, значит, крайнее. Мне кажется, под конец путешествия у нас как-то организм адаптировался. Вначале мы такие подъемы, в принципе, 9-10% вообще никак не брали. А сейчас залетаешь. Ну, не в путь прям. Ну, стараешься, получается. 10-10% уже тяжеловато. 10-10% да, тяжело было. Ой, я доволен. Доволен. Как приятно видеть эти старые добрые прилавочки. Вот они. Закрылись многие. Не дождались нас. Главное, чтобы еда нас сейчас дождалась. Заждалась. Манты охота. Вообще манты, да. Я уже давно хочу манты. А как-то так случается, что нету и все. Я уже день третий хочу манты. И я еще... Я еще хотела. Я еще хотела беляш, но у меня так и не получилось съесть беляш. Я в кои-то веки захотела беляш. И не было. Не расстраивайся. Сейчас, может, что-нибудь найдем. Борщ, да, да? Заходи сюда, давай. Я хотела манты. Вот, наконец, манты. Несколько дней я хотела манты. Самое главное, цель поставить. Цель достигнута. Семень сконливая. Со сметанкой, да? Изогроз там. Великолепно. Короче, сейчас спускались с Семинского. Там холодно было. И пока спускались, замерз нафиг. Я не знаю. Вот в шортах просто футболки продуло насквозь. Дашка хитрая, она прям сразу одела штанишки. И то, вон, смотрю, замерзся. Это посинело все. Это просто жесть. У меня уши в сосна. Скорость еще такая бешеная. Развивается просто, продувает. У меня руки просто в кол, я не знаю. Не, но сейчас тепло стало. Не думаю, может, одеться. Сейчас уже тепло мне, в принципе. Мы внутри продрогли. Я думаю, сейчас согреемся. Но надо было прям основательно одеваться, чтобы ехать. Я еще там думала ветровку одеть. Но не одеть. Ну и глупо. А мы с тобой даже штаны и не одели. У меня вон нога трясется. У нас тут даже жарко. У горки холодно. Так, ну ничего, мы десятку пролетели сверху. Восемь. Восемь. Какая разница. Восемь километров холода. Всять девять километров проехали. Мы хотели сегодня восемьдесят сделать. Еще двадцать осталось. Ну, что, ну поедем, попробуем, что получится. Получится, не получится, не знаю. Впечатлениями о Семинском поделились. Я думаю, можно дальше двигать. Искать место для ночевки. По плану у нас должно быть через двадцать километров. Это наш наполеоновский план был. Я думаю, мы попробуем его реализовать. Какой красивый кадр. Наш наполеоновский план удался. Проехали мы почти восемьдесят, да? Семьдесят восемь. Семьдесят восемь. До точки, к которой мы хотели доехать, мы доехали. Поставим здесь лагерь. Поставим чаек. И будем наслаждаться тем, что мы проделали такой большой путь. Никогда мы так быстро не ехали. И никогда мы так медленно долго не ехали. Прям день интересного очень получился. Целый день же педали крутили. Я доволен сегодняшним днем, как никогда. Он такой плодотворный получился. Сегодняшний день был просто супер тяжелый, наверное, и в то же время легкий. Больше всего радует, что мы все ближе и ближе к конечной точке. Сегодня какой? Тринадцатый день? Да. Тринадцатый день. Вот, значит, за четырнадцать дней, как мы и планировали, все же мы уложимся и поедем домой. Твои слова новые. У меня зубы белые. Или сейчас уже нет. Это все алтайская природа, понимаешь? Отбеливо. И просто, когда едешь, рот открываешь, может, штукаются вот так вот об зубы, и они светлеют. И да, чистка, это то, чистка, что ли? Да, чистка. А такие деньги люди платят, а надо всего лишь сесть на велик и спутиться в Алтайо. О, мамочки, все. Ты что-то хочешь добавить? Нет. Все. Все.